Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиации, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения истероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесчатских лесах. Бесчады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. Из каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Доктор, наше сердце начинает биться уже через 22 дня после оплодотворения и не останавливается до конца жизни. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно важна. Плоды аронии уже давно используются для снижения артериального давления, а экстракт пустырника, благодаря своим кардиотоническим свойствам, широко используется в медицине. Какое влияние оказывают остальные компоненты прокардиол на нашу сердечно-сосудистую систему? Секрет действия этой биодобавки заключается в правильных пропорциях. Пустырник действительно является ключевым компонентом, потому что он стимулирует мышцу под названием водитель сердечного ритма. Я бы назвал его гигантом действия. Мы трактуем сердце как насос, засасывающий и проталкивающий кровь. На самом деле так оно и есть. Но прошу обратить внимание на необычную конструкцию этого органа. Ведь простые скелетные мышцы устают уже после нескольких минут работы. Представьте, вы поднимаете предмет весом в 20 килограммов и держите его над головой пару минут. Не имеют руки, а точнее поперечно-полосатая мышечная ткань. Сердечная мышца тоже является поперечно-полосатой, но устроена по-другому. Ее структура феноменальна. Каждое мышечное волокно, состоящее из актина и миозина, которые перемещаются при сокращении, содержит несколько ядер, которые заменяют друг друга. То есть, когда одно ядро устанет и будет отдыхать, начнет работать второе. Последние исследования подтвердили, что если бы не было негативного воздействия окружающей среды, а человек правильно питался, то смог бы доживать до 180-200 лет. То есть, наше сердце, начиная с момента оплодотворения и рождения человека, может работать 200 лет. Это качество уникально. Возвращаясь к действию продукта прокардиол, пустырник двигает мышцу под названием водитель сердечного ритма. Что это значит? Это не только механизм сердцебиения, который ускоряется в зависимости от нашей физической либо умственной активности. Прежде всего, этот процесс отвечает за ощущения, которые человек испытывает во время каких-то событий. Проще всего это понять, когда вы влюблены и чувствуете как бы блаженство в области сердца. Также, например, когда случается что-то неприятное, мы можем ощущать жгучую боль. Эти явления исследовали ученые. Но пока науке не удалось расшифровать их полностью. Мы всегда идентифицируем чувства с сердцем, потому что водитель сердечного ритма не просто регулирует работу сердца, но также отвечает за дополнительные, еще не полностью изученные функции. Следующий очень важный компонент прокардиол – шлемник байкальский. Это растение само по себе ускоряет процесс регенерации сердечной мышцы. Пустырник, о котором я говорил раньше, стимулирует миокард, который также нужно восстанавливать. Говоря о работе сердца, стоит упомянуть и коронарные артерии, которые питают сердечную мышцу, поэтому должны быть хорошо проходимыми. Чтобы обеспечить это в продукте, потребовалось соединить несколько компонентов. Одним из ключевых является кетмия суданская, но в прокардиол также присутствует экстракт аронии, боярышника, которые предотвращают образование тромбов, не говоря уже о том, что они прочищают даже самые тонкие сосуды. В данном случае дорога к сердцу должна быть активной, а все структуры, которые питают каждый уголок этого органа, должны быть хорошо проходимы. В этом и заключается феномен прокардиола в его комплексном действии. Нам удалось не только гармонизировать действия всех компонентов, но также синхронизировать их, повышая эффективность БАДа до 300%. На первый взгляд можно подумать, что такая маленькая капсула не может содержать так много компонентов, но мы используем технологию десятикратного сжатия. Это значит, что, например, когда у нас есть готовый леофилизат адаптогенов, то есть высушенная смесь необходимых нам биологически активных субстанций из данного растения, то получается своего рода порошок неплотной консистенции, которую потом взбивают и измельчают снова. Это действие повторяют десять раз. В результате из семисантиметрового свертка получается объект размером менее одного сантиметра. Этот процесс можно, например, сравнить с производством косметики, где выпуклое дно баночки делают для того, чтобы создать впечатление большего объема. В прокардиол все наоборот. Нам важна эффективность, так как мы несем ответственность за жизнь человека. Данный механизм касается не только биодобавки прокардиол. Этот принцип работает также и в других сферах жизни. Благодаря такому уникальному составу, прокардиол рекомендует Фонд развития кардиохирургии имени профессора с бездневой религии. Благодаря такому уникальному составу, прокардиол рекомендует Фонд развития кардиохирургии имени профессора сбегневой религии. Стоит сказать, что этот фонд трудится над разработкой искусственного сердца и его миниатюризацией. Возможно, когда-то именно поляки первыми его имплантируют. Представьте себе, что шведы провели эксперимент на тему сердца в опасной для жизни ситуации. Эффективность деятельности сердца у людей снижается по разным причинам. Известно, что цивилизационные угрозы провоцируют остановку сердца. В результате нужна пересадка и донор. Сегодня, к счастью, можно подключить человека к так называемому внешнему сердцу. Это искусственный насос, который засасывает и выталкивает кровь, осуществляет циркуляцию. Я не буду сейчас разбирать подробно его состав. Но что интересно, оказалось, что когда такое сердце подключают к человеку ночью и его нервное напряжение падает, а этот человек считал себя холериком, то, просыпаясь подключенным к аппарату, он становится кроткой и спокойной особой. И наоборот, если кто-то был флегматиком, а процедуру подключения проводят днем, то человек становится более возбужденным, так как к нему подключили нейтральное сердце, неконтролируемое водителем сердечного ритма, мышцы, о которой я вам рассказывал вначале. Прокардиол выходит навстречу многим стимуляторам сердечной деятельности, и поэтому он уникален. И поэтому он уникален. И поэтому он уникален.